Привет, друзья, на связи МК. Мы советовали вам пока не устанавливать Windows 11, но судя по количеству просмотров нашего обзора, многие к нам не прислушались. В таком случае получите нерабочий нормальный пуск на втором мониторе, невозможность перетянуть файл в папку через панель задач, да и вообще перетягивание файлов теперь под запретом, микшер громкости, который нужно открывать в отдельном окне, слетающие обои и куча мелких багов. Вы можете с этим не столкнуться или столкнуться с другими проблемами и неудобствами, но при всем при этом 11 винда получилась интересной, а Microsoft припрятала для нас новые фичи, о которых мы сегодня поговорим. Поехали! Я думаю вы уже знаете об этой фиче или видели ее на презентации, но начнем именно с нее. В десятке вы можете взять любое окно за верхний бар и потянуть к любой из сторон экрана или углу. Программа ужмется до половины или даже четверти дисплея. В одиннадцатой появился еще более простой способ разделения. Достаточно подвести мышку к значку левее крестика и система предложит вам вариант разделения экрана между несколькими программами. Работает это абсолютно с любым ПО, который имеет соответствующий значок. А что вам точно понравится? Это новые шорткаты. Во-первых, это Win Plus A. Этот шорткат откроет меню быстрой настройки звука, Wi-Fi и мини-плеер. Во-вторых, никуда не делось сочетание Win Plus N. Как и в десятке, оно открывает уведомления, но теперь к ним относится и календарь. Еще один полезный шорткат – Win Plus Z. Он открывает небольшое окошко настройки многооконности, о котором мы говорили чуть ранее. И под конец, на мой взгляд, самая крутая фича. Нажав Win Plus H, откроется диктофон с возможностью распознавания речи, уже умеющий работать с русским языком. Для его работы достаточно открыть любое поле ввода, после чего нажать две кнопки и начать говорить. После того, как вы закончите, система сама переведет вашу речь в текст и даже расставит знаки припинания, если вы выберете это в настройках. Но это же круто, правда? А что еще круто, так это курс биткоина, который вновь перевалил за 60 тысяч баксов. А как вы знаете, криптовалюту покупают на биржах. Currency – это первая в СНГ регулируемая криптобиржа, которая, внимание, работает в соответствии с актами Парка высоких технологий Беларуси и законодательства РБ. Ежегодно Currency проходит аудит одной из компаний большой четверки. Одно из отличий Currency.com от других криптобирж – это собственный счет в Сбербанке, что позволит вам экономить на комиссии, не волноваться за вывод своей прибыли и позволяет совершать сделки с помощью фиатных средств. Currency предлагает для обмена все самые известные криптовалюты, включая биткоин, эфириум, рипл, лайткоин. А для новичков криптобиржа предлагает демо-аккаунт. Не демо-счет, а полноценный аккаунт, в котором можно все изучить, покликать, попробовать совершить сделки и понять, как все работает. Помимо криптовалют, на криптобирже доступны более 2000 токенизированных активов, среди которых, например, акции Amazon, Apple, Volkswagen и Coca-Cola. И все это с леверенджем до 500 иксов. Currency регулярно проводит акции, в которых каждый, выполнивший все условия, может получить приятный и полезный бонус. Оставляю для вас ссылку в описании и комментариях. Регистрируйся, внеси хотя бы 20 баксов и соверши как минимум одну леверендж-операцию и получи 50 токенизированных долларов на свой аккаунт Currency.com. Возвращаемся к нашей Windows. Какие вы знаете методы открытия диспетчера задач? Ctrl-Shift-Escape, Ctrl-Alt-Delete и выбор соответствующей опции. Классика. Правда, на мгновение приходится стать пианистом, да и найти эти кнопки вслепую очень сложно. Поэтому достаточное количество пользователей вызывало диспетчер нажатием правой кнопки мыши на панель задач и выбором соответствующей опции. Однако в Windows 11 панель задач была полностью переделана и теперь нажатием правой кнопки мыши можно лишь перейти в ее параметры. Однако быстро открыть диспетчер задач без клавиатуры все еще можно. Нажмите правой кнопкой мыши на пуск и выберите соответствующий пункт. Да, это слегка менее удобно, но все еще лучше, чем трехкнопочное сочетание на клавиатуре. Одно из самых заметных изменений в Windows 11 – новое минималистичное контекстное меню. И как раз в данном случае минимализм скорее плохо, чем хорошо. Поддержки многих сторонних приложений в нем пока нет, множество опций тоже не хватает. Да, при желании можно перейти в старое контекстное меню, но это лишнее действие. Увы, настройки, которая будет по умолчанию открывать контекстное меню из Windows 10 нет, но все-таки это можно сделать. Давайте ненадолго станем хакерами и осуществим взлом. Для этого нужно открыть редактор реестра, кто забыл, regedit. Перейти в нем вот в эту ветку. Угу. После чего создать раздел со сложным названием, вот таким вот. В нем создайте еще один раздел с названием Improg Server Zweiendreisich, я немецкий учил. В нем откройте автоматически создавшийся путь ключ с названием по умолчанию. Присвойте ему пустое название, то есть значение должно быть пустым. И сохраните его. Фух, все, взлом закончен. После этого достаточно перезагрузиться, и теперь у вас всегда по умолчанию будет открываться старое православное контекстное меню. Чтобы вернуть все как было, достаточно удалить созданные разделы и снова перезагрузиться. Виртуальные рабочие столы появились еще в Windows 10. Эта фича была очень тепло встречена пользователями. Собственно, это ожидаемо. Конечно, еще один рабочий стол не заменит нам второй монитор. Кстати, кто юзает два Моника, напишите в комментах, как это круто. Но виртуальный монитор как минимум позволит удобнее работать с многочисленными окнами. В Windows 11 Microsoft убирать эту фичу не стала. Ее все так же можно открыть, нажав Win Plus Tab. Более того, фичу слегка доработали. Теперь новые рабочие столы можно не только переименовывать, но и менять их фон. Для этого достаточно нажать правой кнопкой мыши на нужном рабочем столе в многозадачности и выбрать соответствующую опцию. За четыре десятилетия в Windows появилось множество полезных утилит. Они позволяют настраивать реестр, оптимизировать диски, просматривать системные события, ломать шаловливыми ручками компуктер и множество другого. Проблема в том, что как в Windows 10, так и раньше они были раскиданы по системе. Но есть же поиск Миша, скажут особо смышленые. Увы, если вы не помните точное название нужной вам программы, он не поможет. И поэтому можно только поблагодарить того индуса в Microsoft, который придумал объединить все системные утилиты в один каталог. Называется он Инструменты Windows, и его можно найти в меню Пуск и закрепить в удобном месте. При нажатии на него откроется окно со всем необходимым софтом для тонкой настройки системы, начиная от банального диспетчера задач и заканчивая инициатором iSCSI, запрещенная организация на территории РФ. Microsoft не теряет надежды убедить всех, что у Windows отличная операционная система для планшетов. И хотя из последних популярны разве что iPad, а из планшетов на Windows многие вспомнят только Surface, компания Microsoft поставляет свою новую операционную систему с планшетным видом проводника. Как можно заметить, между папками в нем очень большой интервал. Так удобнее для сенсорного управления, а вот для десктопа имеет смысл вернуть все как было. Благо сделать это можно в два клика. Для этого нужно в шапке проводника нажать на кнопку «Посмотреть» и выбрать «Компактное представление». Еще в Windows 10 компания Microsoft добавила такую опцию, как «Изоляция ядра». Она находится во встроенном в систему антивирусе и позволяет избежать заражения важных системных файлов, даже если вы каким-то образом скачали 32 гига ОЗУ и запустили их от имени администратора. С одной стороны, такая функция выглядит полезной. Но в 99% случаев вирус будет остановлен еще на момент его скачивания самим хром, ну или в крайнем случае ругнется антивирус. Так что большого смысла включать эту опцию нет, особенно если учесть, что от нее может очень сильно пострадать производительность в тех же играх, вплоть до 20-25%. И, видимо, поэтому в Windows 10 при любых условиях эта опция была отключена. Она также остается отключенной, если вы обновите систему до 11 винды. Но вот если вы купите готовый ноутбук или ПК с уже предустановленной Windows 11, изоляция ядра там может быть включена с печальными последствиями для производительности. К счастью, отключить эту опцию очень просто. Нужно открыть антивирус, нажать на безопасность устройства, далее выбрать изоляцию ядра и отключить в ней опцию целостность памяти. Удачи! Слава стабильности и удобства macOS явно задевает инженеров Microsoft, которые сидят на Linux. Поэтому после первого запуска Windows 11 нас встретит панель задач со значком пуска в центре. Да, такое расположение очень похоже на док из macOS, и для любителей чего-то нового вполне может подойти. Но если вы более консервативны, что ж, в данном случае Microsoft палки в колеса нам не ставит, и можно вернуть значки в левую часть экрана в два клика. Для этого достаточно в параметрах зайти в раздел персонализация, перейти в настройки панели задач и в самом низу, в раскрывающейся опции, поведение панели задач, включить ее выравнивание по левому краю. Да, тривиально, но я должен был про это рассказать. Обычно DNS передаются без шифрования, что потенциально позволяет провайдеру узнать, на какие сайты вы заходите и заблокировать к ним доступ. И для этого был разработан DNS over TLS и DNS over HTTPS. Фух, выговорил. Последний позволяет передать DNS по зашифрованному протоколу HTTPS, что дает возможность избежать слежки. И теперь Windows 11 поддерживает такие DNS. Для их включения нужно зайти в параметры, после чего перейти в сеть и интернет, далее зайти в свойства своей сети и изменить DNS. Нужно выбрать не DHCP, а ручной ввод, после чего указать DNS с поддержкой шифрования. Например, 4 единицы от Cloudflare. И включить опцию DNS over HTTPS. Многие уверенные пользователи ПК заметили, что после установки система стала называть их устройство System Product Name. При этом на ноутбуках или заводских компьютерах обычно проблем нет, отображается правильное название модели. Причина тут банальна, в случае с самосбором в BIOS просто не заполнена такая информация. Конечно, жить это не мешает, но выглядит такая надпись прямо на главном экране настроек некрасиво. Можно ли это изменить? Конечно, вы снова хакермен. Откройте редактор реестра, перейдите вот по этому пути. После чего создайте в этом расположении стоковый параметр с названием Model, в его значении и укажите любое имя, которое вам нравится. Теперь достаточно перезагрузиться, и после этого в параметрах будет значиться именно это название устройства. Все вот эти пути и сложные названия из видео я оставлю в описании под видео. Уверен, друзья, что каждый установивший новую винду имеет свои претензии по производительности или по интерфейсу к Microsoft. В моем случае это вот меня прям бесит, что нет возможности перетягивать все на открытые программы в панели задач. Я часто с этим работаю. Также я часто работаю с микшером, который теперь не открывается в маленьком окошке на панели задач, а его необходимо искать в системе в настройках. То есть быстро к нему доступа нет. Напишите в комментариях косяки и фичи, которые встретили вы. Возможно, это кому-то пригодится или будет решение проблемы. Подписывайтесь на наше сообщество ВКонтакте и переходите по ссылкам. На связи был МК. Еще увидимся.